По сути, вот эти два платьица, которые я приготовила для праздников. Такие, которые более нарядные, блестящие и как бы не на каждый день. Одно из них, как видите, с такими красными блестками и другое черное, тоже с блестками. Давайте их рассмотрим поближе и посмотрим, что здесь за бренд и что я здесь нашла. В общем-то, здесь такое платьице, которое идет более облегающее по фигуре. Длина ниже колена, в общем, как платье-карандаш, но немножко свободного кроя, не совсем приталенное. Мне нравится у него вот это декольте. Не знаю, как правильно называется, вы мне напишите в комментариях, чтобы я знала. Но мне очень нравится, как это на груди смотрится. И сзади такая, знаете, полу... Ну, по спинке практически получается открытые. Тоненькие бретельки. И это невеликий бренд. Я вам сейчас покажу. Так. Это бренд H&M. Просто здесь, наверное... Ну, это их линейка H&M. В размере у меня 10. И оно оказалось совершенно новое. Вот их этикетка. Конечно, полная цена его была совершенно небольшая, буквально 10 евро неполных. Но я купила его за 3 евро. Вот цена того магазина секонд-хенда, где я его приобрела. То есть, ну, то есть... Это видно, что платье абсолютно новое. И его никто не надевал даже. И я еще скажу один момент, что это такое платье, которое можно еще пару раз надеть где-то на какой-то выход. Ну, такой не сильно праздничный, возможно. Или даже вечерний, ну, не знаю, в ресторан, например. И на этом закончится его жизнь. Можно еще перепродать. Вот. Не задорого. Следующее платье выглядит вот так. Тоже такими, знаете, небольшими, не сильно сверкающими, но все-таки блестками. И здесь такая, знаете, редкая травка, как бы. Тоненькие бретельки. В-образное декольте. И впереди, и сзади. Так оно выглядит. На мне оно сидит так же, чуть ниже коленки. И такое чуть более свободное, нежели предыдущее. Нет здесь никаких вычурных делов. Но, как бы, в принципе, тоже праздничное. И это платье от Next. В моем размере 8. Не было здесь лейбы о том, что оно новое. Но, в принципе, это чувствуется, что оно новое. И цена, которую я купила, его в секонд-хенде, это 9 евро. Можете видеть Oxfam. То есть, те, кто живут в Англии и Ирландии, наверняка знают. Эти Charity Shop, так называемые. А здесь называется так. Sue Rider Shop. Ну, тоже знают многие. Конечно же, скажете, ну и что, а что дальше? Какая-то обувь, что-то еще. Конечно же, не обязательно покупать прям новые туфли или еще что-то. Достаточно основного наряда на праздник. Которые можно дополнить своими уже имеющимися какими-то аксессуарами, обувью и так дальше. Поэтому я не стала там, так сказать, заморачиваться, чтобы новые туфли покупать. Потому что в модельных туфлях я хожу не так часто. И которые у меня имеются на сегодняшний день в моем гардеробе, как бы они прекрасно дополнят этот образ. Возможно, я даже думаю, что вот здесь вообще не надо никакого аксессуара. Ну, я вам покажу, как я буду сочетать, как это будет на мне сидеть. А вот здесь я бы добавила какой-то аксессуар, потому что здесь такое достаточно открытое декольте. И мне кажется, просится здесь что-нибудь. Может быть, не сильно вычурное, но тем не менее. Так что смотрим, как это сидит на мне. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok